Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня очень важное видео, наверное, самое важное, ведь речь идет о здоровье матерей и новорожденных грудных детей. Многие годы меня просили сделать видео об этом, но вот только руки дошли. Видео называется «Питание беременных женщин и кормящих мам. Подготовка, беременность, кормление. Как родить здорового ребенка». Ну а последней каплей послужило письмо мне, некой Анне Аир. «Добрый день, я новичок, недавно смотрю ваш канал, спасибо большое. Много подчеркнул для себя. Меня интересует вопрос питания беременных и кормящих мамочек. Сколько раз в день кушать, что кушать, как очищать организм, чтобы родить здорового малыша и чем кормить грудных детей. Спасибо большое заранее». Ну, тема огромная, тема обширная. По-хорошему, вот таким темпом, как я сейчас говорю, при этом четко, ясно, ну минимум час-полтора нужно. Но я попробую сделать это видео коротким, очень насыщенным информацией, я советую вам его потом переслушивать и записывать, конспектировать его. И запомните, я буду вам говорить, как в идеале надо подготовиться, вы смотрите уже сами. Будете что делать, что нет, что частично, ну и так далее. Итак, чтобы ребенок родился здоровым, необходимо соблюдать следующие правила, начнем с подготовки к беременности. Ведь подготовка это основа основ. И так не должно быть серьезных, во-первых, болезней, истощений, паразитов в организме, то есть ленточных, круглых, плоских червей, гельминтов, грибковых инфекций, вроде кандиты и так далее, тем более более серьезных. Об этом надо позаботиться заранее. То есть вылечить все это перед планированием беременности непосредственно и время, как говорится, работает не на нас, начинайте прямо сейчас. Начать надо с прохождения антипаразитарной программы. Вот все, что я говорю, вам буду говорить далее, ссылки на все это, внимание, я буду оставлять под этим видео в описании. Нажимаете слово еще, открывают ссылки, и там вы все найдете, о чем я говорю. Затем после антипаразитарной надо пройти антигрибковую программу, если, конечно, у вас есть к этому показания, то есть если есть грибки. Далее я советую, либо если нет грибков, сразу после антипаразитарной программы пройти программу очищения от тяжелых металлов и радионуклидов. Поверьте, все люди наглотались в наши дни с водой, воздухом, едой тяжелые металлы, как минимум, а многие и даже радионуклиды. Поэтому вывести их из организма необходимо, повлиять негативно они могут и обязательно повлияют, и это очень важно, об этом мало кто из врачей говорит, просто даже не знают об этом. Не думают, скорее всего. Параллельно питаться необходимо так, чтобы не было дефицитов питательных веществ, чтобы иммунная система организма хорошо работала. Я также советую применять гель сорбент, вот этот, и видео вот это про него, посмотрите, чтобы вы понимали значимость этого применения. Он поможет решить проблему интоксикации, улучшить работу кишечной микрофлоры и предотвратить различные дисбактериозные состояния, конечно, при правильном питании. Ну а на завершающем этапе подготовки к беременности желательно пройти очищение организма лечебным голоданием на воде, хотя бы от 10 дней, можно 20 и даже 30, как по методу Аганян. Посмотрите непременно мое видео, где я делаю акценты, чтобы ошибок не было, при прохождении программы, которая называется лечебное очищение и голодание. Питание должно быть в идеале веганское, лучше, конечно, сыроедное, но без дефицита питательных веществ и с решенными, то есть вылеченными заболеваниями. Еще очень важный момент. Сократите прием всего сладкого до минимума, лучше вовсе исключите все сладкое на вкус. Посмотрите, законспектируйте мою лекцию, а что же тогда есть, и вы поймете, что список того, что можно, огромен. Обязательно принимайте спирулину, хлореллу и те биодобавки натуральные, органические, о которых пойдет речь далее. Что касается плавания, физической работы, массажей, отсутствия стрессов, чистый воздух, все это верно, это и так понятно. Речь пойдет сейчас в основном о питании, о всех этих нюансах и связанных с этой темой вопросах. Надеюсь, понятно, что никакого алкоголя, табака не должно быть не только в период, как сказать, подготовки и беременности, но вообще в жизни женщины, мужчины, нормальных здоровых людей, нормальной здоровой нации быть вообще не должно никогда. Любая капля алкоголя может повлиять на организм женщины, выпитая в любом возрасте и любом количестве. Почему об этом подробно говорил и Ждана Владимир Георгиевич в свое время, и я тоже. И также помните, что организм матери отдаст ребенку все, то есть все питательные вещества, если они вообще есть в организме матери. Поэтому в период вынашивания и кормления организм матери разрушается более активно. Вы слышали, наверное, и выпадают волосы, и зубы крошатся, и некоторые женщины толстеют. Но не за счет мышечной массы, а за счет жира, излишков воды, появляются отеки. А почему? Потому что воспаление. Почему? Потому что начинают женщины есть всякие хлебобулочные изделия вредные, сладкое и много. И вот нарушается обмен веществ, и возникает дефицит нутриентов. А это путь к инсулинорезистентности, преддиабету и диабету второго типа, не говоря уже о других разных проблемах со здоровьем. Поэтому еще раз повторяю, ничего сладкого. Сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза ваши враги в период беременности, тем более. Ну а после правильной подготовки вся ваша беременность при соблюдении дальнейших правильных мер будет проходить спокойно, без осложнений. Только уберите, конечно, стрессы из своей жизни. Это безусловно. Про здоровый образ жизни в целом я говорить сейчас не буду. Об этом очень много лекций было на моем канале, и есть они там. Что-то очень важное я оставлю по ссылкам под этим видео. Но речь сейчас пойдет все-таки больше о питании. Самое главное, что здесь нужно понять, исключить вредные продукты, ввести в рацион питание полезные, обязательно биодобавки, без которых в наши дни не обойтись, поскольку в продуктах питания, даже органических, очень мало полезных нутриентов, особенно микроэлементов сейчас в наши дни. Из-за интенсивного сельского хозяйства, нарушения агротехнологий, возделывания и так далее. Это я подробно объяснял в моем видео «Лес и почва». Так вот, без специальных бадов, но только бад-бадом рознь, органических, натуральных, в наши дни не обеспечить свой организм и организм ребенка всеми необходимыми элементами, нутриентами. Как я уже сказал, из-за дефицита их в современных продуктах, даже биопродуктах. Предвидя возмущение некоторых людей и вопросы от некоторых зрителей, наперед скажу. Кто ищет, тот всегда найдет. Все можно найти. Кто-то может переехать жить далеко за город, как делают многие молодые люди и сейчас, не удивляйтесь. Уезжают в эко-поселения, в хутора, в общины, на природу, ведут натуральное хозяйство. Тогда все гораздо проще вырастить натуральное с большим питательным коэффициентом. И тогда будет экономия денег колоссальная. Или коллективно переехать куда-нибудь в общину. Ну а кто не хочет, для кого весь мир – это город, пожалуйста, тогда у вас только два варианта. Либо есть химию и, как говорится, загибаться, либо искать, находить натуральное. Есть дорого, безусловно. Больше зарабатывать в городе и покупать натуральное, дорогое, если вы хотите, чтобы вы и ваши дети были здоровыми. Что еще важно сказать? И перейдем к тем продуктам, которые надо обязательно исключить из рациона питания. Сделайте исследование, помимо общего анализа крови и анализов по показаниям и прочих исследований, ну о которых вам врач и так скажет, вот на что. Первая пара – витамин К1, К2 и два разных витамина. Вторая пара – витамин Д2, Д3. Тоже два разных витамина. Третья пара – это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, а именно две из них – ЭПК и ДГК. Категорически дефицита не допускать. Четвертая пара – это железо и, главное, ферритин. Не допускать ферритин ниже 30 единиц. Пятая пара – это витамин В12 и гомоцистеин. Не допускать повышенного гомоцистеина и пониженного В12. Что касается Д3, у всех сейчас дефицит, но, впрочем, что необходимо применять, я скажу. Дальше про Д3 там тоже речь пойдет. Итак, следующий пункт. Что необходимо исключить? Помимо очевидного, то есть все в упаковках, то, что продается с разными эмульгаторами, красителями, разрыхлителями – это ясно. Об этом и речи быть не может. Но о том, что считается вроде естественное, я скажу, хотя это как раз большая ошибка. Я советую исключить все молочные продукты. По крайней мере, сыр, творог и все те, которые содержат большое количество молочного белка – казеина. У меня были видео о молоке, где я все поясняю почему. Кроме сливочного масла или топленого. Вот его можно и даже желательно, потому что там и витамина, и Е, и омега-3. Ну, в общем, это да. Теперь, исключить любое мясо. Вообще высокомолекулярные белки. Желательно и рыбу. Но уж если вы все равно будете есть рыбу, то тогда хотя бы печень трески тогда уж ешьте. Но не надо рыбу. Не нужно именно высокомолекулярного животного белка. А ведь это приводит к образованию кодоверина, патрицина и других трупных ядов и гнойных токсинов в организме неизбежно, поскольку возникает реакция антигена-антитела. Когда иммунная система уничтожает чужеродные белки, все-таки попавшие в кровеносную систему, из тонкого кишечника, поскольку не все белки высокомолекулярные разбираются в организме в ЖКТ до мономеров, то есть до аминокислот, как это теоретически быть должно. Тем более, когда у современных людей и СИБОТ, и синдром дырявого кишечника, и дисбактериозные состояния. Так что это надо иметь в виду. В крайнем случае оставьте куриные яйца или перепелиные, не важно, но только от кур свободного выпаса, которые не кормились промышленными комбикормами, в составе которых, естественно, генномодифицированная кукурузная и соевая мука и тому подобное, и всякая химия. Лучше вообще есть только желтки до 3-4 в день. Тогда вы решите проблемы основные и с витамином Д3, и с А, и Е, и омега-3 жирными кислотами ПК, ДГК, ну в общем и с Б12. Если что, если вы хотите спросить, а где же такие купить, можно у нас купить на нашем сайте надгар.ру. Да, это дорогие яйца, но почему? Вы, кстати, посмотрите. Не судите на отмышь, они и должны столько стоить, даже дороже. Видеоролик, почему они так дорого стоят, я оставлю под этим видео. Вообще на все вопросы, что есть, как я уже сказал, я ответил в своем видео, а что же тогда есть, ссылка будет в описании. И что есть категорически нельзя, тоже на это видео я ссылку оставлю. Про белки пару слов я все-таки сейчас скажу. Нужны, дорогие товарищи, не белки, а аминокислоты для построения белков. Потому что все белки необходимы организму, каждой клетке синтезируются в этих клетках, в органеллах, которые называются рибосомами, из аминокислот. То есть в процессе биосинтеза белка. Все учились, но как у Пушкина, чему-нибудь и как-нибудь. И так нужны не белки нам в пищу, а аминокислоты. Это детально я пояснял в двух своих лекциях. Непременно их посмотрите. Первое с ироничным названием мясо надо есть, а второе раздельное питание. Потрудитесь пару дней, изучите и законспектируйте те видео, на которые я дам ссылки под этим видео. И это для вашего же блага. Эти знания помогут вам и далее жить здоровыми людьми. То есть всю жизнь. Не переживайте, белок вы получите. Без него не останетесь. А как же витамины, жирные кислоты, минералы, другие важные жизненно необходимые нутриенты? Вот тут особое внимание. Никакой синтетики категорически не потребляйте. И поливитамины не применяйте. Это страшная ошибка, фатальная. Получать ту же фолиевую кислоту, витамин В9, да, и железо и прочее надо из натуральных продуктов или натуральных БАДов, биологически активных добавок. Таких как... Вот я сейчас буду перечислять. Первое. Спирулина и хлорелла. Это два вида водорослей различных. У меня видео про спирулину было, а его посмотрите непременно. Но скажу, после еды, если не в порошке, а в таблетках, это просто удобнее, можно прямо сразу после завтрака и после обеда, после именно, по 15-17 таблеток принимать, запивая водой. И это будет прекрасно. Там и все 8 из 8 незаменимых аминокислот, и вся линейка витамина группы В. Чередуйте неделю спирулину, неделю хлореллу. Можно принимать и в порошке, тогда можно просто добавлять в салат, смузи, куда хотите. Эквивалент того же объема и веса. Ну, скажем, по 3 чайные ложки 2 раза в день. Фукус. Отдельная тема. Жизненно важный состав. Это и йод, органический, натуральный, и все минералы. Нельзя переоценить значение фукуса, но только несушеного. Это бессмысленно, а именно в гелеобразной форме натив, чтобы компоненты его усвоились. То есть, минералы. Боитесь дефицита железа? Правильно. Конечно. Что делать? Зелень есть. Как можно больше зелени. Любой. Разный. Второй пункт. Масло 4 в 1. Это натуральный витамин D3. Конечно, можно купить какой-нибудь там фирмы Solgar или наши аналоги, но синтетические, либо натуральный концентрат, веганский причем, да? Тем более, если для вас это важно, вы можете получить вот из этого масла 4 в 1. Там и D3. И К2, уникальный витамин, который необходим не только для того, чтобы, как D3, кальций провести в кость, правильно формировать скелет малыша, но и чтобы кальций удерживался в кости, вот для этого нужен витамин К2. Он производится симбиотическими кишечными бактериями. Он производится при квашении тоже бактериями, например, квашеная капуста. Но, в общем, здесь вариант получить его 4 в 1. Плюс ферменты определенные, плюс жирные кислоты омега-3. Итак, принимать масло это по столовой ложке маме два раза в день. Можно прямо во время еды. Что касается витамина B12, я советую пищевые дезактивированные дрожжи, нетермофильные, внимание, безопасные. Есть у нас такие дрожжи, иначе бы я их не продавал. Ссылка будет, как всегда. Вы можете, конечно, есть и сливочное масло, если это с точки зрения этики и других вопросов не противоречит, то сливочное масло, пожалуйста, там тоже много важных витаминов есть. По крайней мере, А и Е. Что касается цинка, важнейшего элемента. Если вы все равно едите какие-то и не будете переставать есть продукты животного происхождения, то мидии, по крайней мере, содержат огромное количество цинка и других минералов, или гребешки морские, и это, конечно, важно. Хотя вполне можно получить, разумеется, их из мономинералов-препаратов, то есть отдельно взять цинк и отдельно обязательно селен, двойную дозу и того и другого принимать от рекомендованной на упаковке, соответственно, количестве. Условно, пункт третий. Хотя бы 12 я в отдельный пункт не выделял, но пусть будет так условно, как я писал для этого видео себе конспект статью. Витамин С обязательно органический, категорически никаких аскорбинок. Это страшно так же опасно, как антибиотиков прием. Вот эти желтые бутылки, это концентрат, полученный из растений органического витамина С. Грамм в день, это норма. Теперь, диатомид содержит органический кремний, очень рекомендую. Витамин А, Е, Омега, помните, это все формирует головной мозг ребенка. Это тоже масло 4 в 1, плюс вот если уж едите печень трески, плюс яичный желток, плюс если едите мидии. Четвертый пункт. Боитесь, что вы получите мало белка без мяса и рыбы? Нет, не получите. Ну уж если боитесь, пожалуйста, конопляный протеин, либо что лучше, 4 в 1, с повышенным содержанием аргинина, трептофана, всех незаменимых аминокислот. Но это легко переварится, усвоится, не будет никакой реакции антигена антителы, как от высокомолекулярных белков. Тогда в этом случае по 20-25 грамм 2 раза в день до еды прямо разводите в 1,3 стакана теплой воды, те же 20-25 грамм и выпиваете. Но я советую еще принимать яблочный уксус для улучшения работы желудка, то есть расщепления пищи, в первую очередь белков, и для улучшения дезинфицирующих способностей желудка. 1 чайную ложку натурального яблочного гостовского уксуса развести на 1,3 стакана теплой воды и за 5-7 минут до еды выпивать перед каждой едой. Это огромное дело полезное будет. Еще раз последнее и быстренько скажу, что претензии мне предъявляют, что дорого какие-то у нас продукты стоят, не надо. Во-первых, они не дорого стоят, а столько, сколько должны стоить при той себестоимости производства без компромиссности экологических технологий, ручного труда и так далее. А у вас есть выбор, я говорил, или выращивать самим, или покупать химию разную, или покупать то, что у нас, то, что мы создавали, собирали, налаживали годами без компромисса, вот и все. Есть, конечно, другой способ, но это будет не в раз. Менять власть в том смысле, чтобы заставить власть работать на народ, делая то, что мы делаем, но уже в масштабах социального государства, всего государства. Чтобы это было ориентировано на здоровье нации, процветание нации, тогда и цены будут на эти продукты гораздо ниже. А пока этого нет, то цены есть такие, какие они могут быть при данном положении дела и при данной экономике, вот и все, чудо-то не произойдет. Пятый пункт. Это травы, дикоросы. Обязательно сныть, крапива, листья дуванчика, лебеда, лопух. Вот эта пятерка, это самое важное и полезное. Не бойтесь никакого сгущения крови, знаю, будут писать сейчас. Но на правильном питании и при достаточном количестве воды не будет. Если вы кофе всякий, кисели, морсы будете пить и есть жареную пищу, то, конечно, у вас будет сгущение крови. А если нет, то не будет, не волнуйтесь, салаты добавляйте. Если нет возможности, желания там собирать, времени правильно хранить, у нас есть эти четыре, по крайней мере, вида. То есть лебеда, крапива сныть и лопух в виде порошков молекулярной вакуумной сушки. То есть это с полным сохранением питательных и лечебных свойств. По чайной ложечке в салаты, например, на завтрак крапиву сныть, а в обед, скажем, смузили в те же салаты вторую пару. Это идеальный вариант. Седьмое. Если есть мед, то только по одной чайной ложке в день, не больше, и только дикий, либо перезимовавший в ульях, ну, в колодах. Видео о таком меде посмотрите, вот ссылка. У нас этот мед есть в продаже. Но все сладкое прочее исключить. Не допускайте преддиабетозных состояний, инсулинорезистентности. Это отразится на здоровье будущего малыша. Восьмое. Обязательно ешьте больше овощей, особенно крестоцветных. Это разные виды капуст, особенно брокколи. Проращивайте семена, ешьте проростки брокколи. Верхушки срезайте, вот эти вершки. Посмотрите мое видео, брокколи. Девятое. Добавляйте в пищу бета-глюкан, продукты молекулярной сушки, что по сезону не можете достать, допустим, типа репы там и так далее. Мало ли. У нас есть эти порошки. Я ведь создал свой сайт надгар.ру, в том числе для того, чтобы люди могли, если не хотят и не могут сами выращивать все органическое, чтобы они могли покупать для своего здоровья, для жизни нормальной. И это у нас на сайте. Все в одном месте. Вы внимательно посмотрите все наши разделы на сайте. Есть у нас и сухие, то есть вакуумные сушки, полноценные, уникальные, даже созданные для спортсменов и супы, и каши, смузи, гранолы, различная сублимация от репы до дикоросов. Есть у нас и свежие овощи и фрукты, сезонные, органические, полезные масла и прочее. Десятое. Обязательно применяйте гель-сорбент. Я уже говорил сегодня об этом. Вот этот. Применяйте его так, как сказано в этом видео. Ну, а если есть насморк, не применяйте сосудосуживающие средства категорически. Только вот этот эко-спрей. Ну, и так по аналогии действуйте со всем остальным. Одиннадцатый пункт. Зубная паста. Обязательно без химии. То есть не только, чтобы там не было фтора, это и так понятно, но ни триклозана, ни лаурилсульфата, ни прочей гадости, чтобы там не было. У нас, скажем, есть индийские, одной маленькой семейной фирмы, зубные пасты без химии. Но еще лучше зубной порошок из центральных частей стержней льна, волокон. Размельченных до наночастиц, этот порошок просто уникальный сорбент. Его и есть можно, просто только дорого, поэтому незачем. Но запомните, если что-то нельзя есть, это на кожу тоже наносить нельзя. Вот главный принцип. Поэтому я вот пользуюсь зубным порошком и вам советую. Мы его производим. Мыло. У нас более 50 видов мыла и шампуни натуральных, в составе которых есть только масла натуральные, растительные и эфиры. Все. Основу даже мы делаем сами, а не покупаем где-то, как те, кто производят в основном мыло и ручную работу. Они покупают где глицерин и прочая гадость. Основу уже есть. Купленные туда что-то добавляют. Нет, это неправильный подход. Забудьтесь о своей коже. Это вторые легкие наши. Не применяйте химию никакую. Еще очень важный момент. Не допускать дефицита меди. Но это все связано с питанием. Про яйца еще раз скажу. В желтке есть практически все. Не экономьте на здоровье детей. Все закладывается в период беременности. Что касается питания веганского сыроедного, я знаю огромное количество женщин, кто рожал и даже двойни здоровых нормальных детей. Но все эти коррективы, о которых я говорил, чтобы избежать проблем, связанных с дефицитами питательных веществ, чтобы избежать, это необходимо учитывать. Что касается кетопитания, это прекрасно, но только веганский вариант. Но по крайней мере могут быть вот яйца, как я говорил, и те исключения из животных продуктов, которые я говорил, если вы категорически хотите и будете их применять, но тогда уж по крайней мере не ешьте, заклинаю вас, мясо категорически. Это огромные ошибки. И молочные продукты, содержащие белок, казеин. Также я категорически не советую есть после 18.00. Нельзя как в прорву. Организм должен восстанавливаться. Более того, при интервальном питании, а есть такое мое видео, КПД усвоения питательных веществ будет заметно выше, чем у тех, кто будет есть как автомат с утра до вечера. Посмотрите, если сочтете нужным, я могу порекомендовать дополнительно ввести в рацион питания, потреблять вот формулу «Моя кровь», чтобы не было проблем ни с железом, ни с ферритином, ну и вообще кровеносная система была в порядке. И кровь. Это хлорофилл, это кератин, это органовое масло, это синтезит-актив, тем более если есть проблемы с железом. Естественно, убирайте стрессы. Если все-таки они у вас не объективные, то, скорее всего, дефицит В1 витамина. Поэтому спирулина хлорела, больше зелени и стрессы пройдут. К тому же в зелени очень много магния, который также важен для нервной системы. Так что вот проблем не будет. Еще раз, селен двойная доза, цинк двойная доза. Отдельно принимайте лучше от греха подальше. И это будет правильная и антиоксидантная защита, ну и противовоспалительная и так далее. Кстати, селен защищает организм от отравления ртутью. Выводит из организма. Не дает, вернее, ртути засесть, усвоиться в организме. Очень важная тема заземления. Учтите ее. Важнейшая тема. Мое последнее видео, вернее, американский фильм, который мы перевели и озвучили, ну, по моему заданию, да, за мои средства. Посмотрите. Есть такая защита. Это жизненно важная тема. Плюс к тому, защита от электромагнитного смога, от СВЧ-ВЧ-излучений, то есть от сотовой связи, вышек ретрансляторов, Wi-Fi. Это также жизненно необходимо помнить. Это катастрофа просто, что происходит сейчас и сколько проблем от воздействия этих СВЧ-излучений. Последнее видео, хотя бы одно на эту тему, посмотрите у меня на канале. Ну, а защита это нейтроники, похожие на микроглограммы, на самом деле представляющиеся трехслойные микроантенны. Ссылку на них тоже оставлю. Ну, и, конечно, водородная вода. Пить надо воду в идеале, которая обладает отрицательным ОВП, а главное, насыщена избыточными ионами водорода. Ссылку на видео, хотя бы одно, последнее, вышедшее на моем канале на эту тему, я также оставлю. Приборы лучшие. Из персональных генераторов водорода, это, конечно, Neopenn, но из проточных Аквадок. Теперь, что касается кормления, быстренько. Кормить надо ребенка, только своим молоком. Когда не было молока своего, и до революции, в ранние советские годы, всегда искали кормилец. Ничем не заменить материнское молоко невозможно. А питание материи должно быть таким, чтобы не было дефицита питательных веществ. И молоко тогда будет. Также есть методы раздойки, что называется, когда увеличивается лактация. А также есть травы для лактации. Сейчас я вам их перечислю. Это такие травы, как фенхель, тмин, анис, укроп, ешьте больше укропа, семена пажатника, трава козлятника восточного. Это трава расторопши, проростки расторопши, прекрасная вещь, крапива, ну, об этом я вам уже говорил, ну и трава вербена. Упражнения – это отдельная тема. Физическая работа должна быть обязательно, посильная, разумеется. Список важных видео на изучение в этой связи я вам оставлю под этим видео. Еще раз напоминаю, людям хоть сто раз говорить, все равно будут спрашивать, а где это, о чем я говорил. Всегда то, о чем говорит лектор, находится под видео по ссылкам. И помните, потом, после грудного вскармливания, ребенка надо переводить на видовое взрослое питание. Так есть в природе, это естество. То есть сначала только молоком кормите до года, потом вводите, начиная постепенно при корме. Но именно те, какие человек взрослый ест всю жизнь. Не те извращенные, которые люди называют едой ошибочно, ну, то, что производит химическая пищевая индустрия, а я говорю о естественных от природы продуктах. Помните, мясо не человеческая пища, не видовая. Доказательства этому под видео в моих видео. О них я сегодня говорил, и их вам тоже дам. Вместе с теми другими видео, о которых также говорил. Итак, все очень просто. Пересмотрите данное видео теперь уже под запись, под конспект. Под видео ссылки и на те и другие продукты, о которых я говорил в видео, и также на видео, которые необходимо посмотреть и законспектировать. Вот тогда у вас будет полное понимание, что, зачем и почему. Очень важно не верить, а именно знать, разобраться. Для этого я и делаю свои видео, а раньше они были длинными, где я разбирал какую-то важную тему целиком и полностью. Видео, которые были по 3-4 часа, и не просто так. И разумные люди как раз были благодарны мне именно за то, что мои видео чуть ли не единственные в интернете были, где я полностью биологию, биохимию вопроса разбирал. Есть у меня много и коротких видео, где я сжато, говорю очень важную, ценную, объемную, казалось бы, информацию, но есть и длинные. Пожалуйста. Итак, ссылок будет много, но и тема важная. Не теряйте время, изучайте. И если сочтете нужным, то все важные, главные компоненты есть у нас на нашем сайте. Все они безопасны, все органически натуральные. Ну а я желаю всем будущим и, как говорится, текущим нынешним мамам крепкого здоровья, вам и вашим всем будущим детям. Сейчас теперь только все в ваших руках. До свидания.